В эпоху промышленной революции наша планета оказалась практически беззащитна. Эксплуатация земных ресурсов крайне негативно сказывается на экосистеме отдельных регионов, а где-то приводит к глобальным экологическим катастрофам. Заложником же своих порой безответственных действий становится сам человек. Масштабы проблемы теперь знают и юные десногорцы. На уроке им подробно рассказали, почему гибнут черепахи, для чего убивают слонов и как медленно и мучительно умирают покрытые дёгтем пингвины. И несмотря на большую загрязнённость земли, выход всё-таки есть. Научить детей любить и охранять природу, дать понятие о глобальном кризисе окружающей среды. Соблюдая элементарные правила, можно уменьшить вырубку леса и сэкономить водные ресурсы. И посильный вклад в общее дело должен внести каждый. После этого урока, отправившись на природу, я обязательно подниму мусор, который встретится мне. С завтрашнего дня я буду меньше проливать воду, когда чищу зубы. Семинар закончился тестированием, которое помогло закрепить ребятам полученные знания. Всем участникам урока подарили эко-значки и пригласили сделать общее фото на память. А уже на следующей встрече в художественной школе ребята сами придумают и нарисуют свои собственные эмблемы, посвящённые защите окружающей среды. Виолита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.